Дорогие друзья, для тех, у кого нет возможности приходить на субботние практики к Сергею Николаевичу, например, кто живет далеко или находится в командировках, а также для тех, кто был несколько раз, но сразу не запомнил все упражнения, мы хотим предоставить для вас сегодня комплекс упражнений. Давайте начнем сегодня работать с кисти. Начинаем с вращения в одну, в другую сторону. Обратите внимание, что локти при этом не двигаются, работают только кисти. Дальше берем ручки в замочек и начинаем прорисовывать восьмерку вот в этой плоскости, такую аккуратную, без рывков, планомерную восьмерку. И опять же, это упражнение направлено на разработку лучезапясного сустава. Работаем. До восьми, до десяти повторений сделали. И не забываем для компенсации сделать в другую сторону, в противоположную. Тоже восемь, десять повторений. Дальше, еще для лучезапясного сустава. Вытянули ручки перед собой. Пальцы тянутся вперед. Локти идеально прямые, это важно. И тогда вы начинаете кисть тянуть вверх и вниз. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Дальше, повернули ладони, направили их в землю. И тянем ручки на себя, от себя. Пальцы на себя, от себя. Дальше, перекрещиваем руки. Ладони направляем навстречу друг другу. Берем замочек. И прорабатываем кисть. Направляем вниз под сорок пять градусов. Вперед. И вверх. И меняем ручки. Ладони направляем друг другу. Замок. И направляем вниз. Вперед. И под сорок пять градусов вверх. Делаем полную амплитуду. У кого пока будет не получаться выпрямить руки полностью, значит выпрямляем до туда, докуда получается. Чувствуем натяжение. То есть проделали и остановились здесь. Повторение каждого упражнения делаем от трех до пяти раз. Дальше. Вытянули ручку, ладони от себя. И натянули сустав большого пальца. Вот за палец тянем его к себе. На одну ручку. На другую. И теперь с помощью второй руки протянем еще лучезапясный сустав. Ладонь от себя. Тянем. Задача потом, конечная цель, выпрямить локоть. От трех до пяти раз на каждую ручку. Два. Три. Дальше. Проработаем локти. Ручки перед собой. Собираем в кулачки. И начинаем наматывать на себя. Обратите внимание, что локти встречаются вот в этой позиции. Локти плотно закрывают нас. На себя пять раз. От себя. И дальше попеременно. На себя. Локти не болтаются, не гуляют. От себя. Следующее. Вытягиваем. Руки в стороны. Натянули макушечку. И опять ладони от себя. И как будто две стены вас сжимают, а вы их распираете. Макушку вверх. Ладони в разные стороны. И на себя. От себя ладони. На себя. От трех до пяти повторений. Три. Четыре. И пять. И теперь собираем ладони в кулачки. И локти начинают работать. От себя. Наматываться. Но при этом еще не забываем работать и в лучезапястном суставе. То есть такая сложная работа. И теперь в другую сторону. Лучезапястная работает в разные стороны. И еще раз в разные стороны. Тоже от трех до пяти повторений. И мы дошли с вами плавненько до плеч. Чтобы размять плечи. Сделаем так называемую китайскую восьмерочку. Ручки вытягиваем в стороны. Макушку вверх. И внимание. Одна рука идет вниз. А другая синхронно ей поднимается вверх. Поворачиваем. И выходим на исходную. Теперь сменили направление. Другая рука идет вверх и вниз. И потом соединяем плавненько. Это упражнение. В одно движение. Как будто слаженный смазанный механизм. Вот работает. Взгляд то влево, то вправо. Обратите внимание, стопы здесь не болтаются. Как всегда наша стойка с параллельными стопами. Немножко идет под крут таза небольшой. И движение все начинается как бы от таза и от живота. Руки они сами продолжают движение, которое им задает таз. Еще несколько более простых разновидностей восьмерки. Это когда вы делаете восьмерку одной рукой перед собой. Вот опять в плече взяли. Восьмерку одной рукой. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И другой рукой. Раз, два. Это в плече. Та же самая история, но теперь в локте идет восьмерка. Вот. И при этом меняем руку, делая по 3-5 раз. Кисть живая, подвижная, тоже не фиксируйте ее. Вот такая идет восьмерка в локте. Далее можете еще себе немножко усложнить жизнь, делая более короткую восьмерку локтями. Ставим руки на плечи и работаем восьмерку. Ту же самую, которую мы с вами работали. Принципы таза идут. Работы одни и те же, но уже работают локти. И завершаем этот цикл восьмерок. Короткой совсем восьмеркой, только работают плечи. Важный момент. Когда вы делаете любую из этих восьмерок, ваша задача не болтать руками в разных плоскостях перед собой где-то. Задача работать в одной перпендикулярной вам плоскости. Для этого вам поможет какой-нибудь столб или стена. Может быть партнер. Встаете перед столбом и ваша задача не задеть столб, а сделать всю ту же самую работу. При этом, что лицом, что спиной, вы не должны его задевать. Итак, мы делаем каждое из этих упражнений от трех до пяти повторений. Продолжение следует...